Всем привет! Мы с вами играем в игру Спор Космические Приключения и это уже 23 серия. Точно, 23. Играем мы с вами на планете Крококоша, существом по имени Глазастик. Но мы уже давно на этапе космоса, бороздим его, бороздим. Сегодня я думаю, что мы будем продолжать лететь к центру галактики. Мы побывали уже в Солнечной системе, ее слегка колонизировали, то есть мы колонизировали нашу Землю. Давайте я отдалюсь немножко, посмотрим, где и чего находится. Наша родная планета находится где-то здесь, где я сейчас держу курсор. Это наша Крококоша. Наша Земля, Солнечная система, находится очень далеко, то есть она находится в самом конце галактики. Здесь у нас есть две колонии, одна на планете Земля, а другая на какой-то ближайшей там звездной системе. В общем, там у нас две колонии, мы будем туда возвращаться, потому что в итоге я хочу, чтобы наша Солнечная система, все планеты Марс, Венера были супер-пупер классными. То есть там была полностью жизнь и был Троиндекс-3. Но сегодня чего такое? Техногориллы нам пишут послание какое-то, давайте спросим, чего хотят. Капитан, нам нужна помощь. А они до сих пор пишут, что они там со злостенями воюют, но я, как говорила, уже помогать я им не буду. Да, потому что злостенями и техногориллы, они оба наши союзники, заплатите нам 400 тысяч, и тогда, может быть, мы нацелим наше оружие на кого-то другого. Шипаст. Слушай, ты трехглазая, это ты, жаба, ничего я тебе не дам, игнорировать запрос. Задолбали. И каждый раз, понимаете, у них все больше и больше запросов. То 50, то 25 им надо было, а теперь уже 400 тысяч. Фигушки. Давайте мы будем лететь, в общем, куда-то поближе к центру, что-нибудь там колонизируем, вот, потому что, ну, как-то я уже не хочу сегодня улучшать солнечную систему, тем более я, честно говоря, не насобирала достаточно существ и растений. Немножко пособирала, но, по-моему, нам не хватит, чтобы улучшить там до терраиндекса 3. Поэтому давайте мы будем лететь куда-нибудь поближе к центру, тем более у нас есть задание встретить Гроксов. Вот, может быть, мы сегодня в серии встретим. Если туда-туда, куда-то сюда полетим, у нас уже межзвездный двигатель хороший. Ну, не самый, конечно, супер-пупер, но более-менее мы можем передвигаться. Вот, кстати, здесь находится наша колония. Давайте мы сюда залетим и соберем здесь пряности, если она имеется. Да, здесь есть уже три пряности. Кстати, вот еще хотела сказать, что я вот такие штуки накупила. Смотрите, ну, это колония, это все знают. Без защита, хранилище пряности, биостабилизатор и усилитель счастья. Ой, блин, планета почти водная, я уже давно здесь не была. Давайте мы подлетим куда-нибудь сюда на землю и поставим хранилище пряности. Потому что тогда мы будем больше пряностей здесь хранить. И так как эта планетка находится далеко, не каждый раз получается нам сюда прилететь. В общем, чтобы здесь хранилось больше пряности. Тем более, здесь у нас добывается фиолетовая пряность, она самая дорогая. Так что хранилище нам здесь не помешает. Вот оно какое. Ой, громадное-то какое. И с видеокамерами, понимаешь, чтобы никто не украл нашу пряность. Это хорошо. В общем, это наша планета. И давайте мы здесь поставим биостабилизатор. Понятия не имею, что это. Давайте его поставим. Пусть он стабилизирует жизнь здесь. Что он делает? Снижает вероятность экологических катастроф. Ну, это хорошо. Значит, наши животные перестанут вымирать, что ли? Болеть не будут, да? Животные не будете болеть на этой планете? Здесь какие-то животные странные. Кстати, какой здесь терраиндекс? Давайте мы посмотрим. Тераиндекс здесь Т2. О, Т2 здесь. Ничего себе, классно. Я думала Т3. И что здесь нам нужно, чтобы было Т2? Ну, давайте уже раз прилетели, что ли, улучшим эту мы планетку до Т2 полностью. Потому что здесь нужно посадить нам растения разные. Давайте вот эту растенницу посадим. Вот, видите, ячеечка заполнилась. Теперь нам нужно большое посадить и среднее. Потом высадить животных. Так, среднее, среднее. Есть у меня среднее или нет? Ну, было, было. Точно помню, что было. А вот где, не знаю. Вот, небольшое растение имеется синенького цвета. И вот травоядненькое. Нам нужно посадить два травоядных и одно плотоядное. Вот второе травоядное пошел. И вот еще одно плотоядное или всеядное. Все, часть экосистемы создана. И здесь терраиндекс Т2. Вот, но на Т3 у меня, наверное, не хватит существ. Ну, в общем, все хорошо на этой планете. И мы сюда будем возвращаться за пряностью. Теперь у нас здесь пряностей будет больше. Но я все же буду лететь туда. Ой, кстати, еще одна пряность появилась. Давайте мы ее соберем. А давай пряность. Не хочет отдавать. Давайте мы у него так попросим. Так, торговля. И вот можно за 0 спорлингов купить у них пряность. Глазастики все продают дороже. Вот колонии даже 150. Поэтому я даже ничего у них покупать не буду. Но вот подзарядиться у них можно. Потому что наши глазастики у них все-таки дешевле подзарядка, чем у каких-нибудь других, я не знаю, союзников, не союзников. Не важно кто. Но все равно глазастики подзаряжают нас самодешево. Так, ну все. Нам нужно лететь прямо куда-то туда, к центру. Еще у нас здесь есть... Слушайте, у нас здесь еще колония. Давайте сюда залетим. Здесь тоже фиолетовая пряность. Но здесь я так долго находиться не буду. Мы просто соберем нашу пряность и уйдем. Да, все. Мы собрали еще пряность. И будем дальше лететь, лететь куда-то к центру, надеясь встретить таинственных Гроксов. Я надеюсь, что мы там с ними драться-то не будем. У нас задание вообще просто встретить Гроксов. Вот. И больше ничего. Так. Блин, а что я не могу долететь сюда? Странно как-то. Давайте попробуем в облет это место. Чего-то мы туда не смогли долететь. И, кстати, можно найти какую-нибудь черную дыру. Давайте подлетим. Это какой-то странный объект. Может быть, это черная дыра. Так, а ну, лети сюда. Лети сюда, дынная наша ракета. Точно, точно, точно. Это черная дыра. И давайте мы... Первооткрыватель. Ну, мы уже были в черной дыре. У меня даже есть червоточина. Генератор червоточин. С помощью которого, в общем, мы можем проходить сквозь черную дыру. И попадать в другое место. Так. И где теперь мы находимся? Мы теперь находимся вообще черти где, я так полагаю. Потому что пройдя сквозь черную дыру, мы попадаем совершенно... Короче, попали мы в какую-то фигню. Мы попали назад. Ёлки-палки. Всё. Мы возвращаемся сквозь эту же дыру. Мы попали даже назад за крококошу. А нам нужно идти всё-таки к центру галактики. Так что эта черная дыра нас совсем не интересует. Она ведёт в ненужном нам направлении. Да. Мы здесь только время, к сожалению, потеряли. Но здесь очень-очень красиво. Такая анимация этой черной дыры очень привлекательная. Так. Ну, значит, будем лететь как-то в облёт. И дальше будем лететь к центру. Ой, слушайте, по-моему, я медленнее лечу или нет? Мне писали, что чем ближе к центру галактики, тем медленнее летит корабль. Вот. То есть он замедляется. Это... Вот это... Вот это я сейчас испытываю или нет? Не знаю. Так. Здесь у нас есть какая-то империя. Давайте мы с ними поздороваемся. Как их зовут и как они выглядят. Вачовские. Привет, Вачовские. Стой, мы империя Вачовские. Могущественные. Блин, они могущественные. Скорее всего, они воины. Давайте спросим про их... Это... Философию. Философия веры. А нет, они у нас не эти. Короче, они не воины. Это хорошо. Хоть драться с нами-то не будут. Так. У них, кстати, всё не очень дорого. Но мне ничего не надо. Вот у них есть за 600 бомба. Но 600 я тысяч тратить на бомбу не хочу. Потому что у меня всего их 900. Да. Тут денежки как-то будем приберегать. Ой, здесь что-то есть. Давайте мы на эту планету залетим. И посмотрим. Здесь какой-то инструмент, скорее всего, терраформирование. Или ещё чего-нибудь. В общем, что-нибудь полезное. Сейчас мы это найдём. Только нужно включить нам радар. Так. Радар вроде бы включен. Радар, куда ты нас ведёшь? Я хочу найти какую-нибудь полезную фигню. Так. Радар куда-то показывает. Куда-то прямо нужно нам лететь. Давай, покажи радар. Да. Дальше. Прямо-прямо сюда. Вот. 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 Вот эта штука. Я уже вижу. Она блестит. Но, по-моему, это не инструмент, а скорее всего... Или инструмент. Не знаю. Найден артефакт изумруды. Да, это скорее всего, в общем, коллекционный предмет, который мы потом продадим какой-нибудь империи. За 45 или за 60 тысяч. Ну, по-разному. Так. Что-то в Ачовске тоже от них были какие-то сигналы. Я надеюсь, что они на нас не наезжают. За то, что мы украли с их другой планеты кристалл. Ну, по-моему, нет. Так. И будем мы дальше лететь. Да, вроде немедленнее летим. Давайте посмотрим. К центру мы продвигаемся. Да, к центру. Но замедлений я как бы не вижу. Наверное, мы еще просто не слишком близко подлечели к центру. Будем лететь дальше. Здесь дофига черных дыр. Но мы и так уже близко к центру галактики. Поэтому залетать я в них не буду. Дабы не оказаться на краю галактики. Так. Еще какая-то империя. Давайте будем тоже с ними здороваться. Розовенькие они такие. Сейчас мы спросим, как их зовут и какая у них философия. Так. Империя Дайвер. Дайвер, они что, ныряют что ли? Точно нырятели. Ты пища. Сам ты пища. Я глазастик. Хочешь пирожное? У нас есть пирожное? Ой, погоди. У нас нет пирожных. Эээ, ты случайно не продаешь пирожные? Я акваланги продаю. Давай бабло, я тебе дам акваланг. Так. Сначала мы поговорим о философии. Они, в общем, проповедуют философию удачи. Я не знаю, не помню, чего это. И хотят они купить наши изумруды за 18. Что-то дешево они нам предлагают, поэтому ничего у них покупать не буду. Мы их только поприветствовали и полетим дальше. Кстати, нам бы подзарядиться не мешало бы, да. Нужно будет, короче, колонию нам сейчас где-нибудь здесь основать, чтобы мы подзарядились у наших глазастиков подешевле. Я залетела на эту планету, потому что от нее тоже исходили какие-то сигналы. В общем, здесь есть какая-то штука. Штука-то где? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что, землетрясение, что ли? Так, нам указывает вниз, но я нифига не вижу. Вот это, что ли? Давайте попробуем эту штуку поднять. Ну, по-моему, это вообще какой-то камень, если я не ошибаюсь. Ну, найден артефакт, окаменевший значок шерифа. Да, мы нашли артефакт, а мне показалось, что это просто какой-то камень. Наверное, камень не был артефактом. В общем, сейчас мы еще немножечко попродвигаемся вперед и где-нибудь мы колонию все-таки поставим, чтобы мы бесплатно, ну, не бесплатно, а очень дешево могли подзаряжаться. Так, ну, абы где колонию я все-таки делать не буду, потому что хочу я либо розовую пряность, чтобы была на этой планете, либо фиолетовая, ну, на крайняк зеленая или синяя. То есть ни в коем случае не желтая и не красная пряность. Нужно нам сейчас найти будет такую планетку. Вот здесь есть фиолетовая пряность, но, к сожалению, здесь одна планета. А я хотела, ну, хотя бы, чтобы три было, ну, две как минимум. Сейчас мы еще посмотрим, может быть, найдем какую-нибудь звездную систему, там, где у нас больше планет. Вот здесь тоже фиолетовая пряность, но, опять же, она одна. Так, здесь дофига желтых пряностей. Желтая пряность нас не интересует, ни в коем случае. Здесь тоже много ненужных нам пряностей. Давайте мне фиолетовую, розовую, пожалуйста, голубую, ну, или зеленую на крайняк. Нафига мне ваша желтая? Вы что здесь только желтую имеете? Не-не-не, давайте мне что-нибудь получше. Ну, как назло, в общем, ненужная пряность. Но дело в том, что желтая и красная пряности, они самые распространенные. И поэтому там, кстати, цивилизация проживает. Ой, здесь есть зелененькая пряность. Знаете, сейчас мы, если мы не найдем ничего другого, тогда, наверное, к зелененькой вернемся. Так, здесь какая-то империя, туда залетать не буду. Или не империя? Может быть, отсюда исходят сигналы, потому что здесь есть артефакт. Правда, у нас энергии уже вообще нема. Нет, энергии у нас нет, там империя, я не буду. Че? Че он хочет? А, это они. На этой... Ну, короче, ладно, давайте к ним залетим. Че-то они от нас хотят. Сообщение от империи Гроксы. Вот, вот о чем я вам говорила. Там обитают Гроксы. Короче, сейчас мы пообщаемся с этими чуваками. И потом отправимся к Гроксам, потому что нам нужно их найти. Новая форма жизни. Тара-та-та, как тебя зовут? Меня зовут Глазастик. Очень дорого у них подзаряжаться. Я не хочу этого делать. Давайте спросим, они у нас живем по свиткам жизни. Не помню, что это значит. Давайте спросим, что у них, по чем. Давайте продадим им вот этот окаменевший значок шерифа. И желтую пряность такие я им продам. Потому что надо нам освобождать грузовой отсек. И либо нам сейчас лететь знакомиться с Гроксами, так как нам это нужно по заданию. Либо нам нужно срочно где-то колонию поставить. Иначе мы просто помрем от того, что у нас нет энергии. А где Гроксы? Блин, было сообщение от Гроксов. Я что, их потеряла? Вот, по-моему, они там. Или нет? Не знаю. Ладно. Блин, ну какая-нибудь, дайте мне розовую пряность. Ну уже фиолетовую. Ну хотя бы с одной. Так, вот Гроксы, да? Или нет? При приближении к Сентург становится очень трудно управлять космическим кораблем из-за воздействия на него магнитных полей. Тра-та-та. По-моему, это Гроксы. А может, они Гроксы? Давайте спросим. Нет. А, нет, это Гроксы. Ёлки-палки. Ну, короче, мы их нашли. Я надеюсь, они нас не убьют. О, какое-то сообщение. Что-то странное на радаре. Ой, мы еще даже что-то нашли здесь. Здесь есть город. Ну, понятно, что это город. У них же, наверное, тоже города. Я никогда Гроксов не встречала. И не знаю вообще, чего ожидать от встречи с ними на их планете. Так, нам показывают их город. Нам показывают их космический корабль. Возможно, это колония Гроксов. Берегитесь. Это хладнокровные и очень жестокие существа. Ну, об этом мы наслышаны. Отчет. Тут контакт установлен. Торговать, ремонтироваться и заряжаться мы не можем. Мы можем взять у них задание. Не знаю, стоит ли я это делать или нет. Поэтому я не буду рисковать. И мы спросим тогда об их философии. Ну, в общем, они там всякую фигню нам рассказывают. Так, все. Мы отсюда валим. Потому что я не хочу с ними особо-то долго общаться. Но мы выполнили задание. И мы познакомились с Гроксами. Это хорошо. И нам теперь нужно вернуться на родную планету. Но я хочу какую-то колонию. Ой, еще одна планета Гроксов. Так, не хочу я с Гроксами опять общаться. Давайте мы найдем какую-нибудь планетку и ее колонизируем. Чтобы пряность там добывать. И чтобы у нас, ну, как-то был здесь какой-то островок. Боже, еще одни Гроксы. Да что же они здесь... Да еще Гроксов планета. Ой, недостаточно денег. Ёлки-палки, моя моя дорогая. Валим отсюда. По-моему, Гроксы нас будут сейчас убивать. Так, улетаем, улетаем нафиг. Слушайте, ну мы же нифигашнее еще не сделали. Давайте мы куда-нибудь залетим и воспользуемся, воспользуемся обратным билетом. Так, это тоже планета Гроксов. И здесь планета Гроксов. Да что же такое? Ну все, короче. Не успела я. Нужно было мне все-таки колонизировать быстренько любую планету. Но... Или успела? Так, давайте мы сюда полетим. Я что-то думала, что меня убили. Давайте мы залетим быстренько на эту планету и воспользуемся обратным билетом. Все, улетаем. Если успеем. У нас есть обратный билет. Давай-давай, на Крококошу возвращайся. Пошли вон. Все, мы вернулись на Крококошу. Фух, нас не убили. Мы остались живы, почти вообще без энергии, без нифигашеньки. Но мы теперь бесплатно подзарядимся. И давайте мы задание. Что там? Да, капитан, чем мы можем помочь? Я хочу... Так, а подождите. Они нам сказали вернуться на родную планету. Мы вернулись. Ну и что? Я хочу познакомиться с другими обитателями вселенной. Я хочу расширить границы нашей империи. Давайте я хочу познакомиться. Я хочу объявить войну. Не хочу я объявлять войну. Я хочу объявить войну. Блин, у нас только действие у них объявить войну. Кому-то, но воевать я не буду. Поэтому это действие я не выберу. Это задание. В общем, мы Грокса встретили, на планету родную вернулись. И, короче говоря, мы потеряли все корабли наших союзников. А вот это печально. Поэтому сейчас мы пойдем по союзникам и будем собирать их корабли, чтобы потом как-то в следующий раз мы будем поумнее приближаться к центру галактики. Нужно будет что-то колонизировать все-таки на подходе к Гроксам. Они совсем в эпицентре, там, где много их кораблей. Давайте мы сейчас полетаем по нашим союзникам. Там вот злостини у нас тут живут. Сейчас мы у них кораблик попросим. Давай злостини. Вас там еще техногориллы, кстати, не уничтожили. Они уже давно, не знаю, серии 5, наверное, воюют с техногориллами. Давайте попросим у них корабль. Вот, дайте нам кораблик. Отлично. Кстати, может быть, мы им что-нибудь продадим? Привет, давай что-нибудь продадим. Не, они 14 тысяч только предлагают за фиолетовую пряность. Поэтому мы не будем ничего им продавать. И давайте мы еще какой-то артефакт здесь. Давайте соберем этот артефакт. В общем, какая-то серия нелепая получилась. Мы позорно убежали от Гроксов в последний момент. Чуть не сдохли. Ну, выжили, конечно, но убегали мы с позором. В следующий раз мы придем к Гроксам более подготовленные. И как-то мы близко к ним подходить не будем. Но главное, что мы их встретили. Ура, ура, что-то хорошее. Какой-то артефакт. Ай-яй-яй. Сейчас мы его заберем. Блин, ну что тут такие землетрясения? Ой, кратеры. Что? Не вижу, что написано. Шестеренки. Давайте попробуем использовать этот инструмент. Что мы нашли? А, кратеры шестеренки. Ну, понятно. Это, в общем, кратер в виде шестеренки. И почему мы нашли здесь такой объект? Потому что вся эта планета в таких кратерах. Типа шестеренки. Ну, хорошо. Нужно будет как-нибудь одну планету сделать очень красивой. Потому что инструментов у нас много. И мы планеты можем уже очень-очень хорошо изменять. Но пока я хочу к союзникам полетать. И пособирать у них эти... Ну, вы поняли. Я хочу у них корабли позабирать. Чтобы у нас была какая-то ар... Ой, это шипастые. Это совсем не наши друзья. Они вообще с нас бабло пытаются срубить. Но ничего у них не получится. Поэтому давайте у нас здесь гусарины есть. И техногориллы. Сейчас мы залетим и к тем, и к тем. И попросим корабль. Сейчас в нашем флоте, в воздушном флоте, может быть, в космическом флоте, может быть, 4 корабля. Поэтому я не помню, есть ли у нас 4 союзника. Так, техногорилла, привет. Давай корабль. А, корабль не здесь дается. Давайте вот корабль. Дай нам кораблик. Техногорилла дала нам кораблик. И давайте мы еще 2 найдем где-нибудь. Только я не помню. У нас 3 союзника или 4. Вот гусарины, техногориллы и злостини. Это точно наши союзники. И, по-моему, больше союзников у нас нет. К сожалению. Так, а где гусарины живут? Это были техногориллы. Гусарины, они более оранжевые. Блин, а где гусарины живут? Хрен теперь поймешь. Просто у них цвета такие похожие. Ой, я не знаю. Вот это, наверное, они. Точно вот здесь. Вот планета Диоли. Это точно здесь обитают гусарины. Сейчас мы у них кораблик возьмем. И придется, наверное, с кем-то заключать союз. Ой, здесь что-то есть. Давайте мы на эту планетку залетим. Приобрети система. А сколько они... У нас денег не хватит. Слушайте, гусарины, что-то вы дорого просите за свою систему. Давайте здесь соберем артефакт какой-то. Давайте нам артефакт какой-нибудь красивенький. Так, радар ты включен? Радар вроде бы включен, но никуда пока нас не ведет. Или ведет? Ведет куда-то. Давайте последуем. Нужно собрать чего-нибудь. Вот эти штуки я очень-очень люблю. Так, вот оно, да? Вот это такая штука. Тоже на камень похожа. Ну, давайте соберем энту фигнющую и посмотрим. Артефакты... А, ну это опять то, что можно продать. Вот такие штуки я не люблю. Потому что ее мы продадим всего лишь там за 45, за 60 тысяч. Это не так уж и много. Давайте лучше мы зарядим гусарином. Попросим у них корабль и... И что? И спросим... Может быть они нам что-нибудь купят что-нибудь у нас? Ничего они у нас не купят. Мы сразу продадим им этот артефакт. И попросим кораблик. Давай корабль. Нам нужны корабли, чтобы мы могли как-то противостоять Гроксам. Не знаю, хватит нам или нет. У нас уже три корабля. За нами летает. Это замечательно. Давайте мы сейчас куда-нибудь залетим. Здесь живут, по-моему, Паперы. Вот это вот. Я не хочу к ним лететь, потому что они не очень нас любят. Здесь живут какие-то гопсеки, я помню. По-моему, да. И здесь тоже какой-то артефакт. Сейчас мы сюда еще залетим. Сейчас мы попробуем с этими гопсеками войти в контакт. И чего-нибудь, в общем, у них попросить, чтобы они у нас купили. И наладить с ним союз. Чтобы у нас был еще один корабль. Так, артефакт Зеленая Порода. Это тоже для продажи артефакт, к сожалению. Что-то как-то для терраформирования у нас не очень продается. Кстати, красиво, когда мы улетаем. С планеты какой-то много кораблей разных цветов. Давайте мы теперь гопсеков еще на свою сторону переманим. Они, нет, они не наши союзники, но они относятся к нам хорошо. Поэтому мы сейчас будем их задобрять. Давайте мы дадим им денег. Прими наш подарок. Давайте дадим им 100 тысяч. Твой подарок очень хорош. Но наши ауры могли бы объединиться. Это хорошо. Давайте еще подарок дадим. Прими наш подарок. Давайте 100 тысяч ему дадим. Мы ценим твой подарок, но наше отношение к тебе не изменится. А, так потому что уже все отлично. Пока тебе не удастся хоть немного продвинуться в плане духовного развития. Ну, уже вроде бы дружба на максимуме у нас. Поэтому давайте попробуем заключить с ними союз. Союз между нами. Мы разложили руны и руны сообщили, что мы с тобой связаны кармическими узами. Хотелось бы что-то обсудить. Ну, давайте корабль тогда у них возьмем, если они уже наши союзники. Прими наш подарок. Нет, не союзники. Блин, к вам присоединился еще один корабль. Так, вроде бы они к нам присоединились. Слушайте, гопсеки, вы союзники или нет? Как это понять, я не понимаю. Так, торговля. Ничего они нам путного не предлагают ни купить, ни продать. Кстати, подзарядиться у них можно очень-очень дешево. Давайте мы примем наш подарок и будем друзьями. Но я это делать не буду, потому что они уже сказали, что нам нужно кармические какие-то узы там наладить. Знаешь, это... Че, знаешь, этот союз с вами, это же полный дурдом. А, то есть мы уже в союзе. Ну все, отлично. Значит, мы в союзе, а что-то они нам писали какой-то бред. Сбили нас с толку, но главное, что теперь у нас 4 космических корабля, 4 союзника. И мы можем дальше лететь к центру галактики и как-то, я не знаю, пытаться что-то сделать. Нужно нам сюда пробраться. И буду я уже в следующий раз где-то вот здесь делать колонию. Потому что тогда я лыханулась и залетели мы слишком далеко. И нас тут же начали атаковать Грокса. Ну все, всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам серия понравилась. Поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите вообще, что делать с этими Гроксами. Может их как-то облететь можно, чтобы пролететь в центр. Или все-таки с ними нужно вступать в бой. А может и не нужно. Ну все, тогда всем спасибо. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok